Знание приводит к нравственности. Нет знания, нет нравственности. Это большая внутренняя работа по самоосознанию. И просто так это не получится. О, хочу себя осознать. Ты сможешь извлечь полезную информацию из той билиберды, которая там как на заборе написана. Вот если вы можете не писать, не пишите. Дело в том, что сегодня, чтобы быть хорошим узким специалистом, ты не можешь быть узким специалистом. Мы считаем, что Казахстан имеет все предпосылки стать информационным обществом. Не в смысле информационных технологий, которые и без нас сюда придут, и пришли, и всех нас поимеем, допустим. А с точки зрения культуры. Потому что у казахов есть одна очень важная черта. Истории нам данные. Это индивидуальная открытость. Я таким себя идиотом, Канат Ильич. Уже давно не чувствовал. Ну окей, дамы и господа. У нас сегодня новый интересный гость. Сегодня с нами Канат Ильич Нуров. Я ознакомился с Канадской биографией. Очень много интересных в ней лепт, каких-то там моментов. И вот на сегодняшний день вы как себя вообще ощущаете? Я знаю, вы научной деятельностью занимаетесь, продвигаете какие-то проекты. Мы часто говорим в нашей передаче, что когда дочка или сын спрашивает, папа, ты кем работаешь? Вот такой вот интересный вопрос. Как будто я дочка. Папа, ты кем работаешь? Значит, в настоящий момент я являюсь президентом научно-образовательного фонда «Аспандао» и «Планкионгрупп». «Аспандао» означает «звиться-выся», «возвыситься». Замечательно. Глубокое такое название. Да, да. И это в целом такое больше для общественного значения, как бы там, да, то, что мы хотим делать. Наш фонд поставил себе целью развивать образование и науку Казахстана. Каким образом? Я вот не понимаю. Вы знаете, вот я сейчас, я буду в процессе как бы перебивать, но это как бы нормально. То есть смысл какой, что очень много у нас сейчас фондов всевозможных, да, общественных организаций. По моим ощущениям, вот просто вот как рядовой, да, гражданин там, в общем-то, находящийся, ну, достаточно в информационном потоке, я не очень понимаю, чем они вообще занимаются. Вот как мне кажется, они где-то там, вот знаете, ездят на какие-то конференции, что-то там разговаривают, да, но вот я их не вижу, где они. Вот вы, вот, вот вы пришли сегодня, да, вот реально к общественности и сказали, ребят, давайте общаться. Это мне понятно. Ну, так их там, я не знаю, сотню этих всяких фондов, то есть там, это что вообще, то есть, как вот? Ну, вот необходимо различать, различать… Жерло от плевет. Да, да. Во-первых, как бы, ну, фонд в русском языке – это одно слово, да, а вот в английском есть два слова – fund и foundation, да. Fund – это просто резерв, как бы там, средств, денег, те, которые выдают деньги, да. А foundation – это больше вот такая, это, как правило, некоммерческая, да, организация, призванная, созданная для общественных значимых целей, да, и, как правило, она, с одной стороны, мобилизует средства от одной части общества, да, на реализацию проектов для другой части общества. Я понял. Вот, это, что касается фонда, понимания фонда, допустим, да, в этом смысле мы не даем, там, гранты, там, да, деньги. А вообще, за чей счет банкет, то есть, там, откуда деньги берутся изначально? Ну, прежде всего, за счет Plankion Group. Да, то есть, это вот частная фирма, она, как бы, инвестирует деньги в этот фонд. Да, прежде всего, за счет Plankion Group, да. Но фонд не может существовать за средства только одного спонсора, да, или одного там участника. Даже большого, да. Да, мы считаем, что фонд-то он призван для общественных целей, для социальных. Соответственно, у нас есть практически совет, да, состоящий, я считаю, из видных деятелей, да, нашего общества. Отключая Раза Ильич Жандосова. Ну, да. Да, да. Айдан, там, Ляшка Ревжанова, как бы, там, ну, Бейба, там, Симбетова. Угу. Вот, то есть, и у нас, в принципе, на нашем сайте можно полностью знакомиться с составом. А вы назовите домен сайта, то есть, как он правильно. Аспандао, КЗ. Вы, вот, сейчас очень правильно, да, как бы, сформулировали его. Ну, знаете, как-то по-книжному получилось, Канат. То есть, вот, для народа, вот, простым языком, вот, что он делает, то есть, он, вот, он для чего. То есть, если можно, вот, что уже, как бы, сделали, да, и, ну, я, насколько понял, в общем-то, это достаточно молодой фонд, да, то есть, и самое главное, что планируете. То есть, вот, душа, значит, слушает, там, куча студентов, да, то есть, им, вот, надо, вот, ну, доходчиво надо объяснить, да, там, как бы, вот. Ну, вообще, мы строим новое общество. Ух ты. Информационное общество. То есть, мы считаем, что Казахстан имеет все предпосылки стать информационным обществом. Не в смысле информационных технологий, да, которые и без нас сюда придут, и пришли, и всех нас по имени, допустим, да, а с точки зрения культуры. То есть, мы должны быть культурно приспособлены к этим информационным технологиям. То есть, потому что мало владеть технологией, важно вообще сознание иметь такое, которое соответствует этой технологии. И здесь, я считаю, не только Казахстан, но и весь мир испытывает определенную проблему, да. То есть, информационной культуры нет, она, по-прежнему, осталась индустриальной. А информационные технологии уже есть, в общем, да, они уже среди нас. И мы из-за этого терпим стрессы, давление, допустим, да, повышается всего мира. Всего мира и у тебя самого. И раньше такой был выбор, да, ну, не развиваться. А теперь такого выбора нет. То есть, ты либо участвуешь в общем глобальном процессе накопления информации, да, либо не участвуешь. Окей, и чего делать? Ну, надо полагать, что мы, раз у нас выбора нет, значит мы участвуем. Да, да. И, как бы, вот по версии вашей организации, то есть, как правильно в этом во всем участвовать? Да, мы должны сформировать новые ценности. Ух ты. То есть, новые ценности… У вас там, слушайте, интересно. Новое общество, новые ценности. Новые ценности информационного общества, да. То есть, причем, в том смысле, что там, вот мы придумали и хотим, чтобы так было, да. А в том смысле, что это уже назрело. То есть, сегодня культура, да, не соответствует, как бы, научно-техническому прогрессу, да. То есть, настройка культурная, да, уже больше не вмещает эти все изменения. Да она в какой-то уродливый отросток вообще, мне кажется, по моим ощущениям превратилась. Она вообще есть у нас, канат, культура. Ну, конечно, конечно. Сейчас, по-моему, интеллигент это ругательное в некотором смысле слова. Вы знаете, когда у нас еще не было ясной политики, ясной доктрины, да, развития нашего общества, мы исходили пока из ощущений того, что мы приходим к какому-то своему абсурдному какому-то концу, допустим, да, как бы, вы знаете, любой полезный принцип может довести до абсурда, да, использования, допустим, как бы, он имеет пределы использования, а его все применяет и применяет, и в итоге доходит до абсурда, да. Конечно, конкретность и практика – это очень важная вещь. Но мы сегодня дошли до абсурда, как говорится, конкретно практического мышления, да, то есть мы забыли, что в основе любой практики лежит хорошая теория, да, в основе любой конкретности, да, лежат, как бы, конкретных там действий, да, лежат общие и всеобщие понятия и категории. То есть мы перестали, в общем, мыслить категориально-понятийно. Слово абстрактное, да, стало ругательным словом. Абстрактное мыслишь. А вообще-то абстрактное мышление – то, что отличает животное, существо, человек, от иных животных, да, то есть он способен к генерализации, то есть общению, допустим, да, вот, и это отличает именно его от животных, допустим, благодаря этому создаётся культура, то есть знаковая, символьная система передачи информации. И чего дальше? Ну, смотрите, для начала я скажу, вот, за прошедшие два года фонд выполнил одну очень важную миссию для общества. Помимо тех книг, которые мы издавали всё это время, мы издавали и по кризису глобального финансового книги, да, вот. Почему кризис называется? Да, да, да. Также мы издавали и по злободневной теме «Шала Казах», допустим, это чисто ощущение человека, члена правления нашего фонда, допустим, да. Также мы перевели там на казахский, на русский язык книгу Джона Мэна о Чингисхане, который сыграл немаловажную роль в истории нашей государственности, вот. И сейчас, совсем недавно, мы выпустили такую книгу «Казахстан. Национальные идеи и традиции», да, в которой один из элементов политики, которую мы предложили, общество, допустим, расшифровывается и излагается, как на основе истории, как можно использовать историю, традиции Казахстана, возродить их, но без ущерба для других национальностей. Я гляжу, вот книгу-то вот эту вы написали. Да, 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 да. Но, как говорится, самый главный труд, что вышел до этого, да, это вот политика развития образования Республики Казахстан и информационного общества 2030. То есть мы в ней согласовались, взвесили каждое слово, допустим, да. К сожалению, книжный вариант не до конца, там, в точности все формировки, но в электронном варианте, на нашем сайте все очень точно, допустим, да. И мы четко говорим, куда мы должны двигаться в системе образования, которая приведет нас к образованию информационного общества. То есть мы создадим информационное общество только в том случае, если успеем к 30-му году, да, создать систему образования информационного общества. И вот эти все постулаты мы в этой политике развития образования говорим. А знают официальные органы об этой книге? Конечно. Министерство образования, как бы, правительство Республики Казахстан. Но она ее благословила, в смысле, то есть, или как? Мы с ними работали в тесном контакте. Какие-то части ее вошли в государственную программу развития образования 2020. Какие-то части не вошли. Но в целом создана рабочая группа в Министерстве образования по изучению этой политики. То есть, получается, это как бы не альтернативная какая-то версия, да, условно говоря, а, собственно, это в некотором смысле отождествление, да, формулировка политики как бы страны в рамках развития образования. Так можно это сказать? Альтернативной быть не может. Почему? По двум вещам, допустим, да. Первое, без государства такую отрасль и систему как образование поднять невозможно. Согласен. Раз. Второй момент – это структура, это инфраструктура социальная, да, и она требует огромных вложений, допустим. Второй момент – мы это делаем политику уже не для каких-то группировок или групп, мы делаем для общества в целом. То есть, как объект в приложении нашей политики – это, опять же, государство. То есть, без государства мы не можем, без ее средств. И государство как объект, как универсальная организация общества, да, именно для нее мы это делаем. Если все прочие книги авторские, да, и не во всем фонд разделяет точку зрения авторов, то эта книга – коллективный труд. Здесь все те, кто работает в фонде Аспандау, согласились в той или иной мере с теми формулировками, с теми постулатами, которые здесь изложены. Ее можно прочитать в электронном виде на нашем сайте. Да, да, однозначно. И я думаю, что прочитав ее, вы поймете, допустим, да, что, по сути дела, это программа развития нашего общества. Это не только программа развития образования, это задание новых ценностей, новых пространств деятельности, да, и аттракторов, то есть, ну, ценности, вокруг которых люди собираются и взаимодействуют. Потому что не секрет, да, что сейчас большие же были в свое время, в момент перехода к рынку, да, запущены тенденции разрушения, допустим, процесса, допустим, да, разобщения людей. Сейчас что мы делаем? Мы пытаемся собирать людей. Это было важно чуть-чуть разобщиться, да, это же было важно чуть-чуть десоциализироваться, чтобы понять, что без общества невозможно, да, без того, чтобы, что даже свой частный интерес не может быть, без взаимодействия с людьми, которыми ты работаешь, без согласования с ними. Невозможно даже, как бы, сексом заниматься, да, одному, допустим, хотя, конечно, всякая бывает в жизни, допустим, да, но, тем не менее, нельзя пользоваться человеком, допустим, и не хотеть с ним общаться. Одному не так интересно, да. То есть, ценность общения, она очень важна, понимаете, она сама по себе является ценностью, да, сам, да, как бы… Кто роскошь говорит по экземперии, помните? Нет, ну, в данном случае я хочу сказать, что, начиная с секса, заканчивая охотой, да, просто, чтобы прокормить себя лично, да, ты вынужден общаться. У нас сейчас есть иллюзия, да, в результате чересчур мощной деидеологизации в обществе, допустим, да, и чрезмерной индивидуализации, да, что не нужны социальные ценности, допустим, не нужны там ценности общего порядка, допустим, да. Это большая иллюзия, и это разрушает наше общество, да, даже западное общество, которое построено, да, на ценностях индивидуализма, да, там очень мощные социальные ценности в плане рынка, допустим, да, в плане правового государства. Это же очень мощные социальные ценности. То есть, в данном случае, просто там другой способ организации общества. Ну, вот вы говорите про образование, очень много, вон, цельную книжку написали, да еще и не одну. Ну, окей, ну, сейчас более простыми категориями мы там, допустим, начнем с вами рассуждать. Вот сегодняшняя система образования, которая у нас вот существует, да, то есть, ну, вот по моим ощущениям, да, то есть, она слабенькая. То есть, вы вот как можете это прокомментировать? То есть, значит, я хотел бы, что прокомментировать, прежде всего. Несмотря на то, что это сделано для государства и с целью использовать средства государства, мы все равно активно ее пропагандируем в гражданском обществе. Среди людей, просто их распространяем, да, и просим не лениться, трудиться, читать. Потому что, я понимаю, там очень, как многим кажется, сложных терминов много, да, но это важно. И почему это важно? Потому что, если мы, гражданское общество, которое заполняет собой, своей личностью, да, своим наполнением, все должности и в государстве, и в правительстве, мы, то есть, государство – это абстракция. Конкретные функциональные должности заполняют люди, вполне нормальные граждане Казахстана. У них есть жены, братья, сестры, любовники, любовницы. Они говорят, что делать на самом деле. То есть, ты можешь исполнять государственную программу, но, имея концепцию, имея ценности какие-то, которые ты услышал, ты все равно будешь делать правильные вещи. Независимо от того, что делаешь это государственные или не государственные установления, исполняешь, да. Поэтому было важно нам не только в государстве это распространять, но и в среднегражданском обществе, чтобы люди, если это поймут, примут, то они все равно это будут реализовывать. А когда книга вышла? Она вышла в 2010 году. В 2010 году, но тогда вот напрашивается, видимо, ее какая-то рекламная кампания, да, она еще не произошла. Дело в том, что… Почему? Потому что я не слышал в обществе дискуссию о вот этой вашей программе. То есть, ну, может быть, я не настолько продвину, скажем так, но, тем не менее, как бы, тут же, вот, согласитесь вы с этим или нет, да, что вот настоящая книга, то есть, в которой заложена там какая-то очень мощная и нужная на сегодняшнее время-то философия, то есть, она сама прорвется абсолютно через все заслоны, припоны, то есть, в один день просто, ну, они, не знаю как, но все узнают. То есть… Я с вами абсолютно согласен, да? Это вот такая книга? Да, да, это такая книга. Ух ты! Да, да, и я скажу так, мы исходили из того, первый момент, что, вообще-то, может быть, не хватает средств для хорошей рекламной, там, компании, да, и пиар-компании, да, хотя была пресс-конференция и презентация книги тоже была, допустим, но мы исходили из того, что, помимо необходимости привлечения широких средств общественности для ее пропаганды, да, помимо всего прочего, мы исходили из того, что, если она действительно того стоит, она все равно пробьет себе дорогу, да, и единственное, что меня смущает, то, что здесь концентрирована, изложена вся политика развития образования, начиная с концепции, доктрины, стратегии ее развития, допустим, да, и теперь мы понимаем, что теперь необходимо что делать? Вот что толку, что мы будем ее пропагандировать, как бы, и всем раздавать в политику, да, если там она сложно, например, написана. Ну, почему она сложно написана? Ну, написали для чайников, теперь надо перевод сделать. Да, да, только нет, я не вижу, она написана сложно не для чайников, она написана сложно, чтобы у нас была политика, стратегия, доктрина была, понимаете? Я понимаю. Да, и, к сожалению, мы не можем на бытовом языке изложить сложные глубокие вещи, мы это сделали, это главное. Теперь, вот, вышла вторая книга. Это перевод. Да, 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 к примеру, там есть один из элементов, да, национальная идея, очень важная для образования национальная идея, и вот мы конкретно говорим, расшифровка, национальная идея, Казахстан и традиции, допустим, Казахстан, заметьте слово Казахстан, а не Казахстан. То есть мы просто пытаемся возвратить людям, как бы там, нашу историю, допустим, и очень важно, чтобы это было на научном основе. Не просто, как бы, необоснованно, как многие сейчас пишут, да, все захотел, что я написал, но на какой-то научной основе изложить какие-то важные вещи. Померьте мне, истинно, она и так увлекательна, разнообразна и непредсказуема, да, вот, и придумывать что-то нельзя, нужно на научной основе это делать, от себя все нанести нельзя. А сколько вот по времени у вас ушло на написание книги? Потому что, вот, по моим ощущениям, человек, который сподобился написать целую, там, какую-то серьезную книгу, ну, это вообще вот в любом случае достойно уважения. Не важно, там, понравилось, не понравилось, потому что, ну, это труд, это же не просто так. То есть книгу нельзя написать просто так, вот, по моим глубоким ощущениям. Вы знаете, к сожалению, я вынужден вас разочаровать. Там литературные негры работали. Не, не, вы не можете разочаровать, почему, потому что, к сожалению, даже без литературных негров, очень многие люди готовы писать чего угодно и как угодно. И такой, ну, я считаю, низкопробной, допустим, да, низкопробной литературы полно, особенно, как бы, там, на околонаучные темы, допустим, да. То есть я считаю, что художественные, я согласен, здесь отдельный вопрос, там сам рынок все определит, допустим, да. Но особенно убивает мифологизация, да, науки, допустим, да, к примеру, нашей истории, допустим. Я считаю, что очень, написать действительно научную книгу тяжело, а вот написать от себя тяну, ничем не обосновывая, да, не снабжая ссылками на источник, легко. И очень многие люди выдают там за истину только свои домыслы и не пишут, что это домысл, допустим, да, а всем кажется, что это наука, допустим. Вы знаете, вот как-то однажды я, будучи студентом, написал, как бы, ну, поэму, вот, и пришел к своему научному руководителю, Сирвайскому, Якову Давыдовичу, как бы, память ему, как бы, вечная, допустим, вот, и спросил как-то, а вот я написал поэму, да, сможете сказать свое мнение, типа, такого, ну, да, он посмотрел, почитал, говорит, ну, почитал, говорит, очень интересно, меняй наркотики, говорит, сынок, все хорошо, здорово, а зачем вы мне дали это почитать? Да, он мне говорит, говорю, ну, как, я хотел знать, стоит ли мне писать, помимо научных каких-то работ, еще какие-то художественные вещи, типа, вот, примем поэму, хотел ваше мнение знать, можно ли мне писать, стоит ли или не стоит, допустим, да, а он мне сказал такую вещь, вот, в отношении, вот, науки и искусства, да, я тебе скажу, вот, знаешь, команд, вот, если можешь, не пиши, то есть, то есть, дело не в том, что, насколько там, осмелился или не осмелился, да, вот, если вы можете не писать, не пишите, то есть, ни поэму, ни научный труд, вот, если вы способны, есть у вас возможности этого не делать, лучше этого не делать, наука и искусство, да, у нас с этим все хорошо, от этого только выиграют, я объясню, дело в том, что, никто толком ничего и не пишет, видимо, вашего учителя прослушала, я не знаю, 90% наших творческих людей, да, они ни черта не пишут, хорошо, назовите книгу последнюю, которая вышла, да, и потрясла наше общество, наших казахстанских авторов, назовите фильм, который снес крышу, да, там, всему нашему обществу, где они, я не понимаю, видимо, они все учились, вот, у вашего преподавателя, он был очень популярный. Нет, нет, вы зря так, вы зря так, в общем, есть интересные вещи, да. Ну, я, может быть, немножко, как бы... Существует же определенная, как бы, мозаисность, да, нашего мира, допустим, не все до конца, как бы, информированы, не все до конца знают, но есть вещи интересные и в науке, и в искусстве, да. Хорошо спрятаны, значит, тогда. Хорошо спрятаны, но я сейчас скажу о другом. А хорошо спрятаны на ней, почему? Да потому что масса людей, не пытаясь себя остановить, да, находить возможности не писать, пишут, понимаете, да. Я почему считаю, что почему важные вещи прячутся, почему важные, как бы, вещи не популяризируются, потому что очень много наносного. Вот человеку раз, возникла идея, и он считает, что это важно, да, он считается гением, допустим, и он пишет от себя, динам. Я не возражаю. Ну, что делать теперь? Культуру возрождать, культуру. То есть, чтобы люди понимали, что если пишешь научный труд, ты должен соблюдать правила, да, оформление. Ну, окей, как возрождать культуру? Вот выпустили вы целых пять книг, очень здорово. Чего возродиться? Я считаю, что да. Хуже не станет, я бы так сказал. Знаете, я думаю, что станет лучше, почему? Потому что те вещи, которые мы пишем, мы их не можем не писать. Когда вы спросили меня, да, почему вы это делаете, как себя чувствуете, я скажу, мы не можем их не писать, потому что уже мы поняли, что никто этого не сделает, что если мы этого не сделаем, то мы себе потом не простим. Потому что у нас была возможность техническая, финансовая, как бы духовная, это сделать. Мы обязаны были это сделать, потому что другой, никто этого пока не сделал, а время уже не осталось. Это же вещь простая. То есть мы не могли не написать, мы это сделали. Неизбежность того, что это надо было сделать. То есть это был наш долг гражданский. И я скажу, что даже вот национальная идея, да, то, что я тоже написал, но тоже я не мог этого не писать. Ну, а можно ее вот сформулировать, то есть, ну, вот так, чтобы, ну, вот такой краткий, такую выжимку из книги, то есть и вот, ну, просто вдруг кто-то не сразу ее найдет, там, или, ну, вот прорекламировать ее, да, то есть каким-то... Краткая выжимка на оборотное стороне книги. Вот так вот. Да. То есть, да, как бы, и на одной странице, в принципе, изложена квинтэссенция этой книги. Но сегодня-то я хотел поговорить не об этом. Давайте будем разговаривать, о чем вы хотели. Вы у нас сегодня гость, то есть вы задаете тон. Сегодня я хотел сказать, что вот есть такая политика образования, и один из элементов этой политики является пропаганда национальной идеи. Вот только один из элементов изложен в этой книге. А их вообще сколько? Да. А вот теперь я хотел об этих элементах поговорить. Пожалуйста. Да. Когда вы говорите, что у нас образование там некачественное, да, плохое, конечно, с этим я согласен. Ну, я об этом, Канад, сужу просто по людям. Вот я общаюсь с молодыми людьми, то есть, которые выходят... Знаете, я был в очень популярном институте. Я читал там, такую лекцию меня приглашали. То есть, я начал говорить там о классике русской, там, 19 века. Я говорю, Чехов, там, у народа слегка-слегка, там, как-то какие-то проблески в глазах. Я говорю, Достоевский, вот, а в Индии, а, да, да, преступление, наказание, понимаете, где-то их там успели заставить в этой школе. То есть, я вижу, что люди мало читают, то есть, как бы, они все пошли на финансистов учиться. Вот я, кстати, еще потом обязательно вам задам этот вопрос. Не забыть бы, что, ну, вы уже финансист, совсем финансист, да, потому что быть финансовым директором Казактелекома, да, там, вице-президентом, то есть, это, ну, точно не хаханьки, это надо точно быть финансистом. Ну, вот, и вот потом такое напутствие молодым финансистам. Можете сразу. То есть, вообще, стоит идти в финансисты? У нас же сейчас половина страны рванули в последние, там, лет пять финансисты. И чего? То есть, вот, как вот, вот, началось там, я не знаю, тысячи молодых людей, вот вы им пожелаете в финансисты идти? Вы знаете, с точки зрения соотношения спроса и предложения, ну, наверное, нет. Но, с точки зрения личного призвания, наверное, да, любую профессию стоит идти, если это ваше личное призвание. Вопрос в том, сможете ли вы себе открыть это личное призвание. Это очень сложный вопрос. Очень большой, ясно. Это, он требует внутреннего труда, развития, рефлексии. Даже слово, понятие такое, нет у людей, рефлексии, да? Это большая внутренняя работа по самосознанию, да? И просто так это не получится. О, хочу себя осознать. Окей. Нет, супер. Очень здорово вы говорите. А как ее запустить, вот, эту рефлексию, внутреннюю работу? Вот я заканчиваю школу, да? У меня уже потихоньку, я уже начинаю видеть, как бы, мир, вот эту картинку вокруг себя. И какие-то есть конкретные меры, шаги, чтобы помочь, вот, молодым людям, да? То есть, на этапе обучения в институте, чтобы они могли запустить вот эту работу, чтобы они начали себя самоосознавать. Может быть, они еще успеют. А может быть, он великий журналист, да? То есть, может, по нем там плачет пульсовская премия, да? То есть, а его пихают, и он становится вот этим вот пазлом в этой огромной системе. И ходит туда каждый день, как на работу, да? Там дружно ездит, там, в баню, там, по бабам, да? То есть, я не знаю, там, покупает эту машину, квартиру, становится бюргерским вот этим, как бы, ну, я не знаю, там, этим. То есть, а может быть, ему вот занести вот это зерно, чтобы он задумался? Ну, если говорить кратко, чтобы запустить рефлексию, необходимо формировать понятия до уровня категорий. Если у людей будет... Ну, да не половина, ни хрена не пойму сейчас, что вы говорите. А я объясню. Да, потому что, ну, я вот просто, ну, как есть, у нас это по чесноку, потому что я, там, я не знаю, уже с нормальным образованием, я где-то буксую. То есть, вы очень далеко от нас. Вы хотите сказать, что наше общество опустилось ниже зоны? Даже на зоне и то понятия есть, да? Нет, подождите, если понятия в этом контексте, тогда вас все там поймут нормально. А почему нет? Только поймите, что для зоны, для примитивного уровня жизни, да, есть понятия. Ну, и для нашего уровня жизни, для уровня жизни гражданского общества, государства. Ведь понятия уже другого уровня должны быть, правильно? Согласен. Не бытового. Если хотите жить на зоне, руководствуйся понятиями зоновскими. А если хотите жить здесь, то формируйте понятия. То есть, и желательно не на уровне бытовом зоновском, а на уровне категорий. Что такое истина? Ну, видите, вот мне повезло, у меня есть блестящая возможность. Я могу встречаться с такими людьми, как вы, в рамках, там, своей программы, да, то есть. А вот обычному, там, мальчику, там, я не знаю, из Караганды, ему где взять такого Каната Ильича Нурова? То есть, я более чем уверен, что в окружении нету этого. Вот поэтому я хотел перейти к образованию, да? Вот. Когда вы говорите, что у нас образование некачественное и плохое, не все так просто, поверьте мне. Ну, надо полагать. Слава. Не все так просто. Я думаю, здесь в этой политике изложено исследование целое, система образования. Не только наше исследование. И по многим критериям, количествам Казахстан не хуже других. Нет, ну так... Стран глобального уровня. Это ж... Ну, вот это не на ворот для меня, понимаете, что не хуже, там, Зимбабве, наверное, не хуже, да? Нет, 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 зря вот так. К примеру, были проведены такие исследования, как ТИМС. Это международный конкурс, совершенно некоррумпированный. Наши четвертоклассники в отношении математических способностей ничуть не уступают англичанам, германцам и другим вполне развитым странам. Мы очень высокие заняли места здесь. И, казалось бы, здесь Казахстан нужно почивать на ларвах и хлопать себе. Да не тут-то было. Недавно вышло еще одно исследование уже для старшеклассников. ПИЗА. Где не только математические способности проверяются, а вообще способность людей к пониманию. Интерпретации текстов. Ну, таким уже более навороченным струковинам. Конструированию текстов, допустим, да, как бы объяснению. И вот тут, к сожалению, мы не то, чтобы возле развитых стран, мы ниже даже слаборазитых стран. И 67 стран, по-моему, 59 место занимает. А чем это можно объяснить? То есть в начале, в четвертом классе все было хорошо, а почему испортились к выпускным? Ну, понятное дело, что... ЕГЭ перепугал, допустим. Не, понятное дело, что возможно, что и эти способности в младшей школе мы тоже скоро потеряем. Это не факт, что что-то хорошо, а что-то плохо. Скорее всего, общий уровень в свое время заданного планка советского образования начинает просто сдавать свои позиции. И сдает он это с более сложных... Просто та плеяда уходит постепенно. С более сложных... Чем деятельность сложнее, тем быстрее она утеривается. Утеривается, да? Просто математические способности, может быть, не имеет пока такой, как бы, сложно организованной вещи. Там же в младшей школах не очень изучают сложные, там, дифференциальные, допустим, интегральные счисления. Там же, на самом деле, ритматические, допустим, способности... Не, у меня дочка вот приносит мне эти упражнения. Уйди к маме, но мама тоже нифига не знает. То есть ей вот... Ну, то есть я хочу сказать, что на самом деле, скоро мы ей это потеряем, но просто это... То есть это не интерпретация, это просто счет. Это операции счетные. А когда ты хочешь их проинтерпретировать, вот тогда включается пиза. Понимаете, да? Понимаю. Вот. То есть в этом отношении я не стал бы обращаться. То есть если мы заняли четвертое место, там, ой, извините, там, первые места, допустим, среди четвероклассников, а при этом уже утеряли не то, чтобы лидирующих, а даже средние позиции утеряли, мы в самом конце... А вот по высшему... По интерпретации. Я вот знаю, вы были один из отцов-основателей МАП, да, Академии Бизнеса, то есть, правда? Не совсем так, объясню, почему. Основателем МАП является Алматинская школа менеджеров. Вот я был один из основателей вместе со Славик Зарвачевым Жахметовым Алматинской школы менеджеров. Вот, и в этом отношении я преподаю, стараюсь содействовать развитию МАП. Вы сейчас, в настоящее время, ты, нет-нет, преподаете? Да. Не, ну вот это очень хорошо, то есть... Да, у меня же трон, так как я не бизнесом, я там и учусь, и преподаю, учусь на доктора бизнеса, обминистриживания, и преподаю на MBA, то есть, все это я делаю, да, но называть себя основателем, я думаю, ну, у меня язык не поворачивается, причем, потому что все-таки основателем... Ну, это в силу скромности, ничего. Нет-нет, дело в том, что Алматинская школа менеджеров, да, но просто Алматинская школа менеджеров была основателем Международной академии бизнеса, да, вот как бы. А вот верхнее образование, вот уже, когда, то есть, мы закончили школьное, то есть, школьное вы достаточно хорошо прокомментировали, а что вот творится в вузовской среде у нас, вот по вашим ощущениям? Основная проблема, основная проблема, да, это то, что вузы перестали людей готовить к научно-педагогической деятельности. То есть, у всех возникла иллюзия, что вот есть, даже, у нас даже возникли докторантуры профильные, да, и научно-педагогические, да? А это же неправильно. То есть, извините, коллеги, какая бы ни была докторатура профильная, она готовит людей к научной деятельности. Ну, доктор, он и в Африке доктор может быть. То есть, дело в том, что у людей возникла иллюзия, что вузы должны готовить к какой-то практической деятельности людей. И это никто не сомневается. Извините меня, вообще, да, так было, что практические деятельности готовят среднеспециальное образование, профессионально-техническое образование. То есть, практической деятельности достаточно колледжа. Но если вы хотите заниматься академической деятельностью, потом вы можете заниматься, конечно, и практической деятельностью, это ваша проблема. Но вузы должны на выходе дать продукт простой, конечную цепь всего непрерывного образования. Это человек должен быть способен к научной педагогической деятельности. Как мне сформулировали в свое время, что задачей высшего образования еще более улучшить способность человека учиться. Вот скажем так, и все. Это же есть академическая способность, а не практическая. Извините меня, учиться это же не есть практическая деятельность. Преподавать это же не есть практическая деятельность. Нет, своя практика, обучение и преподавание есть. И нельзя требовать от практики преподавателя, чтобы он это делал на деле. Если он преподает финансы профессионально, то нельзя требовать, чтобы он управлял финансами профессионально. Потому что это разные сферы деятельности. Преподавание это своя практика, а управление финансами своя. Мы же не требуем от какой-то специальности, чтобы он делал другую специальность. Это вот почему-то есть такая проблема у людей. А вот как вы прокомментируете, что, ну это в общем-то и в советское время было, что когда люди приходят, допустим, из вуза и говорят, что, им говорят, все забывайте и начинаете учиться по новой, то есть и де-факто переучиваются они, то есть вот они на практику приходят и вообще в тихом просто там изумлении находятся, да, то есть что на практике совсем все по-другому, нежели они учились. Нет, здесь есть много причин. Во-первых, как бы кадровый потенциал системы образования уже не тот, который должен быть. Второй момент, если есть определенный отрыв, теория от практики, он вполне понятный, для того ты изучаешь теорию, чтобы ее применять на практике. Но если у тебя нет теории, тогда дело швах. То есть если у тебя нет понятий сформированных, тогда тебе бесполезно чему-то обучать. Когда говорят, забудьте, допустим, что вы соучили, я научу вас другому, имейте, давайте применим на практике то, чему вас учили. У вас теоретически. Да, да. Но сегодня же ситуация совсем другая. Сегодня у них нет понятий. У них сегодня нет реальной теории. Потому что что угодно преподают, но только нехорошую теорию. Понимаете, да? Вот в чем проблема. Я скажу, чтобы вернуться к системе образования, к ее состоянию, почему все намного сложнее. Не только в Казахстане эта проблема. Сейчас по всему миру есть глобальная проблема несоответствия. До меня вот потихоньку канат, извините, перебью вас, начинает доходить. То есть если мы сейчас запустим эту программу, то первое, что она должна сделать, да, то есть она должна подготовить, ну как минимум, пару-тройку поколений сильных преподавателей. Вот с правильными, как вы говорите, понятиями. И только потом уже новая вот эта плеяда профессорско-преподавательского состава, она начнет транслировать, как бы, правильные идеи, то есть и создавать правильную, как бы... Ну почему же, если мы все сделаем правильно и сделаем образование привлекательной отрасли... Для чрезвычайных, конечно же. Нет, нет, почему? То очень многие люди, да, не за длинным рублем придут в образование. Очень многие люди уходят из брали не потому, что им нужен длинный рубль, а потому что им нужен хотя бы небольшой рубль, понимаете, чтобы содержать свою семью. Вы что, очень многие люди готовы пожертвовать богатством, но они не готовы, ну, нищенствовать, понимаете? То есть, и это очень важный момент. Очень многие люди готовы посвящать свое время образованием. Они обязаны это делать, не просто готовы. И это долго они это чувствуют. Но если отрасль, да, и не будет стратегической отраслью, если она не будет привлекательна с точки зрения престижности, с точки зрения материальности, да, то, извините меня, минимально необходимого уровня, если не будет обеспечиваться, то лучше все равно будет уходить и не будет привлекаться. А я думаю, что помимо того формирования этих поколений, преподавателей, да, есть еще то, что очень многие вернутся, или, по крайней мере, если не вернутся, то, по крайней мере, будут уделять часть своей жизни тому, чтобы преподавать свободно от работы время в этих вузах. Ну, хорошо, а вот конкретный, допустим, механизм, то есть, ну, я, насколько, я, если честно, не очень знаю, да, там, сколько преподавателей сейчас денег зарабатывают, но, по моим ощущениям, я думаю, что мало. Вот, а там учитель в школе, да, там, ну, я не знаю, долларов, наверное, 400, да, так вот, если... Сколько вы, вот, сколько у нас учитель зарабатывает? Мизер. Ну, мизер, вот, в цифрах, там, ну, просто, чтобы зацепиться за что? Ваша цифра верная, но это... 60 тысяч в тенге у нас учитель. А, оптимистично, оптимистично, в том плане, не везде это происходит, да, весь, много, мало комплектных школ, да? Ну, а так, правильно, и откуда там будут учителя, в смысле, с такими-то доходами, то есть, а как он жить должен по сценарию? Ну, я просто боюсь, что мы сейчас угадываемся в детали, да, которые, конечно, очень интересны всем, да, но они, в целом, не меняют наше сознание или понимание, как двигаться вперед. Допустим, я считаю, эти вещи надо решать и на уровне, очень бытовым, практическим и очень быстро. Это легко решается. Основная проблема, что вот не решается, я хотел объяснить. Дело в том, что не только в Казахстане есть проблема несоответствия образования информационным технологиям. То есть, сегодня по всему миру система образования по-прежнему остается, я имею в виду массовое образование, да, индустриальное. В то время, как изменившаяся социальная система по всему миру, да, требует информационного образования. Ну, что это? Нужно интернетом лучше пользоваться или как? Нет, не только этим. Дело в том, что ты должен уже, мы должны, в целом, мир в целом, и Казахстан в первую очередь, чтобы быть конкурентоспособным, резко сократить информативный компонент когнитивного фрейма. Говорю проще. Сейчас вы поругаетесь. Переведите, пожалуйста. Дело в том, что в любой образовательной схеме, познавательной схеме, еще называйте когнитивный фрейм, есть два компонента, два элемента. Один оперативный, при помощи чего ты обрабатываешь информацию. Да? А второй информативный, где ты просто накапливаешь информацию. Так вот, информативный, как бы, компонент, это где ты фактаж собираешь. Фактаж. Факты, 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 факты. Да. Понятно? Понятно. А оперативный, это ты, как эти факты, при помощи своих категорий, понятий, терминов, анализируешь, извлекаешь. Обрабатывать уже начинаешь. Да, да, да. Понятно? Понятно. Так вот, все это время, все это время, как правило, индустриальное образование по всему миру было направлено на специализацию. Мы даже кичились тем, что у них так все специализировано. Много физиков, много инженеров, много врачей, типа того. Чем тоньше, чем уже специализация, тем лучше, якобы. Понимаете, да? А ваша идея, она, судя по всему, противоположная. Да, абсолютно. Дело в том, что сегодня, чтобы быть хорошим узким специалистом, ты не можешь быть узким специалистом. Я закиплю к концу этого интервью. Я объясню. Не-не, нормально, мне понятно. Я объясню. Пример, если вы приходите к врачу, который специализировался на хеликобактере, такая есть, говорится, бактерия в желудке, да, то у вас железо найдет, этот хеликобактер найдет. И будет лечить его жесточайшими антибиотиками. И поломает ваше здоровье. И печеньки посадят. Нет, я объясню. А все очень просто. У каждого человека есть хеликобактер. И только в определенных условиях этот хеликобактер является причиной язвы желудка. Но чтобы понимать это, человеку, врачу, узкому специалисту, нужно быть широко образованным. Понимаете, да? Чтобы он людей не калечит, чтобы он их ценности, чтобы у него были развиты, да? Чтобы он понимал, что важная ценность, это не твоя специализация, а здоровье человека, который не приводит. Ты клятву Гиппократа даешь, в конце концов. И люди неосознаваемы, в силу своей специализации, а предмечивание, роботизирование, перестают быть хорошими, узкими специалистами. Они не понимают связи целостной, системной этого органа, этой бактерии, со всеми остальными целостными вещами. Поэтому сегодня, когда в мире больше нету монополии на информацию, это раньше было монополии на информацию чисто в стилу информационно-технологической отсталости. А сегодня такой нет проблем. Сегодня заходи в интернет, и если у тебя есть категории и понятия, ты сможешь извлечь полезную информацию из севой той билиберды, которая там, как на заборе написана. Ты сможешь понимать, да, какая информация является полезной, какая просто это хаос данных. То есть монополии на информацию больше нет. Но теперь информация является, главная ценность не информация, а умение обрабатывать ее. А категории и понятия современного образования нигде не дают. Как правильно работать с информацией? То есть мы должны сокращать информативный компонент, потому что информация с каждым разом, да, в плане фактажа, она же увеличивается по экспоненте. Раньше. Немеренно ее становится, если перевести. Я объясню. Как только вы начинаете ее накапливать, она начинает накапливать не просто в арифметической или геометрической прогрессии, она накапливается по экспоненте. То есть по сути дела по вертикальной прямой. Если раньше, чтобы утвоить глобальный объем информации по миру, нужно были десятки тысячелетий, потом тысячелетия, потом века, потом десятилетия, то сейчас три года, три года глобального твоей информации по всему миру. Вы понимаете, какое-то огромное давление идет? Почему первоклашки носят себе огромные чемоданы на спине? Я все понял. Есть огромные биты, байты информации, которые нас разрывать уже начинают на куски. У нас от этого депрессия и поднятие давления. Окей. То есть нужно фактаж... Как вот эта вот правильная формула? То есть вот ее же можно... А минус B умножить на 2 равно 10, к примеру. Во-первых, надо выбирать фактаж и систему образования. То есть фактажи оставить только действительно не меняющиеся факты. Ну, историю, например. Нет, к примеру, быстро меняющиеся факты справочного характера вообще не стоит изучать. Они в гугле есть. Ну, раз, во-вторых, ты проснулся, это факты уже не действительны. Понимаете, да? Вот только фундаментальные факты... Был Каддафи в Ливии, а уже нету. Нет, нет, нет. Только фундаментальные факты оставлять, допустим, для изучения. Потому что все остальное, в принципе, есть, сохранено. И увеличивать оперативно компонент познавательной схемы, когнитивного фрейма. Оперативно. То есть теории, методологии, концепции, концептуальный, категориально понятийный аппарат. Схемы генерализации. То есть, то, как вы говорите. То есть, при помощи каких понятий, да, как бы, категории я могу обработать такой поток данных. Понимаете, да? Вот это важный вопрос, да? Что мы, какие теории мы должны преподавать? Научить людей правильно о чем-то спрашивать гугл. Вот так можно сказать? Да, думаю, да. То есть, правильно формулировать вопрос, потому что гугл на все ответит. Или понимать вообще, как двигаться. Вы знаете, на самом деле, я вас разочарую. Гугл не может на много чего ответить. Он может вам дать все данные на текущий момент, которые в этом мире будут опубликованы. Все, что есть на тему. Но он не может вам дать ответ на ваш вопрос. Я, он думать за меня однозначно не будет. Да, да, да. То есть, ну, это, как бы, офигенный помощник. То есть, ну... Да, да. Но дело в том, что... Знаете, вот Канк говорил одну важную вещь. Есть много хороших правил и принципов. Но никогда не будет правила, как применять правильно эти правила и принципы. Вот первая вещь – это смена, то есть, перекладывание акцента с информативного компонента на оперативный компонент. Этому надо учить. Информационное образование учит людей обрабатывать информацию, а не просто накапливать ее. Это раз. Да. Потому что, в принципе, мы не способны. Мы не вместим в себя столько информации просто один человек. Не вместим. Да. Следующий момент. необходимо возрождать воспитательную функцию образования. А это что значит? Это значит, что оказывается, интеллектуальные процессы, категории и понятия связаны с нравственным развитием человека. Согласен. То есть, оказывается, сознание и нравственность вещи неразделимые. То есть, интеллект и интеллектуальные, и эмоциональные процессы связаны. Получается, безнравственный человек по этой теории не может быть образованным. Я бы сказал наоборот. Необразованный человек вряд ли будет нравственным. Ага. Сегодня я попал. Сегодня я попал в господство. То есть, Канат Ильич мне сегодня взорвал мозг. Я объясню простую вещь. К примеру, понятие истины. Это же не только понятие. То есть, понятие выражает какую-то ценность. Угу. Когда что-то есть объективное от меня, независимое, да? Независимое от моего желания, от моей практической пользы лично для меня, да? От моих пристрастий, да? Однозначно. Это же важно. Когда что-то есть истинное, объективное, независимое от твоей воли. Ему по барабану вообще. Что мы там хотим, она истинная, да и истинная. Но если эта ценность выкидывается из нашего поля деятельности, ну а как же можно истину выкинуть? Нет, из образования. Очень просто. Полезно? Истина. Не полезно? Не истина. Сейчас уже весь мир так работает. Вот работает? Это истина. Не работает? Это не истина. Это неправильно. Важно обозначить важные вещи. Я сказал, вот первое, это не информативный, а оперативный компонент образования. Это я уже понял. Второе, нужно объективную систему ценностей пропагандировать. То есть, у каждого человека есть своя субъективная система ценностей. Это понятно? Это понятно. Но, оказывается, в человеке и в мире есть не только субъективная система ценностей, но еще и объективная. Это понятно? Это Бог. Ну, к примеру. Ну, грубо говоря. Или природа. Ну, или космос. Что-то такое очень большое. То есть, вообще. Вообще, единство мира есть в этом мире или нет? Есть. Есть. То есть, и вот мы говорим, что существует объективная система ценностей, да, независимо от нашей субъективной системы ценностей. Да. Которая пофиг глубоко, чем мы думаем, так по большому счету. Нет, она, как говорится, конечно, в этом смысле, да. Но от того, насколько наша субъективная система ценностей согласована субъективной, зависит наш успех или не успех. Мы можем к ней подключиться, к этой большой сущности, если мы будем, как бы, ну, грубо говоря, проповедовать ее принципы и законы. Не проповедовать, а соответствовать, правильное слово. То есть, если мы ее будем слышать, ее принципы, тогда мы поймем. То есть, чтобы понять, что такое Бог, как минимум, надо молиться. Но я вас остерегаю от применения или отождествления объективной системы ценностей с Богом. Нет, я, ну, я, чтобы хоть как-то это зацепиться, да. Вот чем объективная система ценностей отличается от субъективной, к примеру. Для начала логикой. Просто логика. Объективная система ценностей логична. Это понятно? То есть... То есть... Ну... Вот вы знаете, очень... Канад Ильич, вот прям сильно с вами интересно, да, то есть я давно вот так не буксовал, то есть это... Это очень хорошо. Ну, я прям сейчас удовольствие испытываю. И вот другой вопрос. Это такой... Очень... Скорее всего, долгий разговор. Я могу, ну, как бы оппонировать к вам, да, то есть... А какую, смотря, мы систему логики зададим? Ведь логика, она не истина. То есть логика, она истина в той части, что она логика. Логика не дает истины. Она просто логика. Логика не обеспечит истины, но она помогает нам избежать неистины. То есть мы не... Только при помощи одной логики мы не придем к истине. Но благодаря логике мы избежим множества ошибок. То есть это уже немало. Согласен. Это уже немало. То есть когда я говорю логика логична, то я в данном случае имею в виду для начала самые простые примеры логики, да, что определение понятия с большим объемом признаков по объему явления всегда меньше. Шестьдец. Я объясню к примеру. Я Нуров, Канат Ильич, да? Так. Вот у меня очень много критериев, признаков. И я уникален в своем явлении. Понятно? Так, понятно. Теперь, я казах. Убираем слово Нуров, Канат Ильич. Согласитесь, что признаков становится меньше признаков. Ну, казах, он, как говорится, более групповое понятие. Да. Но и объем явления намного больше этого понятия. Правильно. То есть казах уже не один, не уникальный, а целая группа людей. Особая, правда. Но группа. Дальше, если мы говорим, что казахстанец, признаков становится еще меньше, национализм убираем. Оставляем только гражданство. Объем явлений еще больше. И, наконец, если мы говорим, человек, вы понимаете, мы убираем признак гражданства. Мы, как представители животного мира, наделенного разумом и совестью, уже являемся. То объем явлений его еще больше, остается всеобщим. Есть и Нуров, Канат Ильич, единичный уровень ценности. Казах – особенный уровень ценности. Казахстанец – это общий уровень ценности, а человек – это всеобщий уровень. Понятно. Понятно? Так вот, Нуров, Канат Ильич – это очень важно. Поверьте мне, по крайней мере, для меня, с моей точки зрения. Но когда это начинает противоречить более общему понятию, которое включает в понятие Нуров, Канат Ильич, то начинаются проблемы, как внешние, так и внутренние. Нельзя в угоду ценности Нурова, Канат Ильича жертвовать, к примеру, ценностями Казах, Казахстанец и Человек. К примеру, Казахи, как титульная ценность, очень важны для Казахстана. Не секрет. И очень важно возражать их культуру и модернизировать ее. Но если это будет противоречить более общему понятию, который включает в себя более-меншее понятие. Человек, например. Когда Казахстанец, то это, получается, будет происшить проблемы даже для самого Казаха, для самих Казахов. Диссонировать. Проблема в том, что когда я преследую свои интересы противоречия с групповыми и социальными, то у меня самому плохо тоже будет. Невозможно. Это как раковая клетка, которая не хочет быть частью организма. Она говорит, я сама. И начинаю все кругом пожрать. Что в итоге? Она убивает свою среду питания и сама исчезает. Вот о чем речь. Так вот. Вот, понимаете, в книжке написано. Да. О, что вы так сказали, что они рассказывали. Что если казахстанские интересы, казахстанские как бы ценности начинают противоречить общечеловеческим, то поймите, что я опять наношу сам себе вред. Понимаете? Почему? Потому что нельзя убивать человека только потому, что он не казахстанец. Конечно нельзя. Вот так вот. Но здесь все намного сложнее, чем кажется. К примеру, есть такой понятие национальной безопасности. Угу. К сожалению, права человека почему во всем мире, даже в США, и не всегда соблюдается, не во всем. Потому что, к сожалению, мир пока не готов к тому, чтобы всеобщую ценность общечеловеческого бытия реализовать. Потому что мы по-прежнему делимся на государство и обособляемся при помощи государства свои нации оставляем. Не национальности, повторюсь, а общегражданство. Как Казахстан. Да, да. И почему? А потому что национальная безопасность, без нее пока мы, как государство, не сохранимся. И это нарушает права человека в определенной мере. Потому что свобода передвижения, свобода информации, да? Много чего. То есть я хочу сказать, что на самом деле нельзя просто взять тупо и реализовывать вот только общечеловеческие ценности. Почему? Потому что помимо логической структуры в объективной системе ценностей еще диалектическая структура. То есть помимо логики еще есть диалектика, вы правильно подметили. Помимо формальных правил еще есть содержание какое-то динамическое, то есть в движении. Удивительно, что я что-то успел правильно подметить. Я таким себя идиотом как отличный. Уже давно не чувствовал. Это нормально, но... Так вот, я хочу сказать, что на самом деле всеобщая ценность не существует вне единичного уровня. То есть всеобщая ценность прав человека. Вот вы сейчас своим выступлением знаете, что вот я на себе какую-то краску, эмоцию как бы услышал в себе, что оно вот будет лишь потому полезное и может быть действительно где-то и хорошо будет, что не всем будет где-то понятное. Ну и правильно. То, что вот вы говорите, оно четко нам всем объяснит, что мы еще нифига не ученые, как выясняется. То есть мы еще много чего не понимаем и многому чему нам есть еще учиться, учиться и учиться. И вот как собственно говорил великий Ильич Ленин. Вы видите, как интересно. Так вот, объективная система ценностей это только один из элементов того, что нужно в системе образования внедрять. Повторюсь, знание приводит к нравственности. Нет знания, нет нравственности. Нет нравственности, нет свободы. А как вы тогда прокомментируете, ну я не совсем согласен. Допустим, вот религиозная трактовка, да, ну она условно делит людей на две категории. Тем, которым открыто слово, да, ну это можно перевести как вот образованные, да, имеющие знания и простые. Тогда получается по этой логике, что крестьянин, допустим, где-то в ауле, да, то есть он нравственнее многих образованных городских жителей в разы. Спроси у него чувак, что такое нравственность. Он скажет, сынок, я тебя не понимаю. Сейчас ты что у меня спросил. Но он всю жизнь живет по вот этим как бы правилам, ну там скорее всего обычное вот это право, то есть это по обычаю передается. Вот здесь мы входим в понятие образования, что такое образование. Помните, что образование это не только учреждение образования или учреждение науки. Это даже средства массовой информации это тоже образование. Улица это тоже образование. А вот подождите, наши средства массовой информации, к примеру, телевидение, вы вообще сами телевизор смотрите? Да. А какие передачи снять спросить? Ну, как бы... Хабар новости. Discovery. Да, начинается. Не, я про наше телевидение вообще хотел поинтересоваться. Ну, знаете, вот последние дискуссии на Хабаре, допустим, да, в отношении там нашей истории, там, я считаю, довольно интересное, правильное направление, я считаю. Это хорошо. Допустим, например, я недавно видел выступление Жанбыла Артекбаева, которого страшно уважают как историка, допустим. И мне очень понравилось его, и то, что его пригласили, наконец, с ним дискутировали, я считаю, очень важный, хороший момент. Есть много чего хорошего в этой жизни. Вы поймите, я не тот, кто хочет всё охаять и осудить. Да я тоже не тот, понимаете? Ну, я вот предпочёл бы выступления вот таких вот дядек, как вы говорите, да, вот почему вас я часто там по телевизору не вижу, понимаете? То есть, чем какие-то песни поют всё время, понимаете? Песни надо тоже петь. Я, я же не против, да, то есть, надо, чтобы было весело, но надо, чтобы ещё людям давать пищу для ума, надо, чтобы кто-то вставал и задавал вопросы, а не только дебильные шоу, понимаете? Так вот, если вернулся к христианину, то там он получил неплохое образование от своей традиционной культуры, от родителей. То есть, то есть образование это не только интеллектуальный способ, да? Сознание только один из инструментов познания. И причём не самое главное. Чувства, интуиция, да, традиции. Так вот этот Аксакал в Ауле, он может быть мудрее, быть в тысячи разов самым там навороченного нашего умника. К сожалению, знание и интеллект не всегда приводит к мудрости. Понимаете, да? Потому что, вот поэтому мы считаем, ведь система ценностей важна, чтобы накопившиеся знания ложились в правильную нравственную рамку. Понимаете? Чтобы мы все более-менее были согласны по поводу того, что, несмотря на различия наших субъективных систем и ценностей, мы все рассуждаем друг друга и судим по понятиям, да, друг друга, благодаря не нашему субъективному мнению пахана, допустим, да, на зоне или другого авторитета, а благодаря того, что существует что-то нечто объективное более важное, чем субъективная система ценностей пахана. Понимаете? Но теперь давайте перейдём ко второму элементу. Давайте, Канат Ильич. Второй элемент – это национальная идея. Помимо объективной системы ценностей, очень важно, чтобы наша общность, общегражданская нация была объединена какой-то миссией. Но, к сожалению, миссия, просто придуманная, не из ничего, ничего хорошего не даст. Ну, в неё просто люди не поверят. Да, она должна соответствовать характеру народа. И какая миссия должна быть у казахстанцев, вот с вашей точки зрения? Я считаю, что быть информационным обществом – это наша миссия, то есть быть образцом, этническим образцом информационного общества, информационной культуры – это наша миссия. То есть все казахстанцы смогут очень хорошо пользоваться информационными потоками. Вот на основании нашей беседы так можно перефразировать? Ну, грубо, конечно, но… Нет, нельзя. Все казахстанцы будут информационными людьми, они станут стать информационным человеком. Ну, я не понимаю, что это такое. Значит, быть открытым к изменениям. Иметь открытые мозги. Иметь открытую душу, открытый разум к изменениям вокруг. Это важно. Быть открытым к разнообразию. Нет, ну, это очень хорошая доктрина. Мне нравится. И это миссия, почему? Потому что мы должны дать миру, который уже погряз в этом конфликте индустриальной культуры и информационной технологии, да, мы как казахи, как казахстанцы можем дать миру образец этнический того, как быть информационным человеком, то есть как быть информационным обществом. Потому что у казахов есть одна очень важная черта – истории нам данные. Это индивидуальная открытость. Вот это, вот даже западных людей, если взять, их открытость, она, как бы, очень ограничена. Ну, и кроме hello, на этом она заканчивается. Hello, how are you? Нет, дело в том, что их открытость, как бы, вернее, их свобода, она не открытая. Она закрытая свобода. Privacy. My privacy. То есть частная сфера жизни, кому никуда нет доступа. Все, закрылся. Свобода. А открытая свобода. Не свобода от, а свобода для. И в этом смысле казахи – очень интересный пример национальности, которые дают миру образец, ну, сам факт того, что источник 100 национальностей живет, то есть и абсолютно нормально живет. Да, в частности, как бы, там, вот русская идея соборной, как бы, коллективной соборности, там, коллективной открытости, она, на самом деле, очень важная идея, да, но проблема в том, что, как бы, она очень коллективистская. Ну, она тоже, да, кстати, на любителя, да, в колхозе жизни. Она очень коллективистская, допустим, да, и это неплохо, это хорошо. Но поймите, что вот это, как бы, противопоставление западной, как бы, индивидуальной свободе, да, где индивидуализм очень сильно развит. Но сегодня мир уже не хочет ни игнорирования индивидуальных ценностей, как это было в Советском Союзе, ни игнорирования социальных ценностей, как это, к примеру, было, там, если не на Западе, то в странах, которые пытались ими стать, допустим, например, как наше, допустим, да. Общество – это все, да. То есть, как бы, там, да, то есть, нельзя игнорировать индивидуальные ценности, потому что они – наше все. Но нельзя игнорировать и социальные ценности, потому что без них мы не сможем наши индивидуальные ценности реализовывать. Понимаете, да? То есть, и вот индивидуальная открытость казахов, их такая национальная черта, то есть, когда нам нужна не просто политическая свобода, а психологическая свобода, только казахи дают такой вот пример, когда они открывают свою частную сферу, когда у них нет правеси, они очень индивидуальные казахи, но при этом они хотят быть открыты всему миру, они и в горе, и в радости, всему миру хотят поведать о своей обиде или о своей радости. Понимаете, это очень интересные, порою экзальтированные формы, не до конца понятные, выхолоченные на сегодня, да. Но это важные вещи, и под этим национальным свойством подпишутся все национальные стати Казахстана, а не только казахи. То есть, я знаю, что очень многие русские не мыслят себя в России, они видят свое отличие казахстанцев от российских, русских. Но они другие, да, я абсолютно согласен. Да, и я в армии это увидел, да, еще не сейчас, а еще тогда, когда еще Казахстан не был отдельным от России государством. Понимаете, да? И в этом отношении, я считаю, казахстанцы все подпишутся под этим титульным национальным свойством казахов и индивидуальной открытости. Значит, знаете, какая мысль, снова у вас перевью, у меня доля такая, Канады Ильич. Давайте, вы мне вот подарите вот эти книги. Вот, и я возьму их, прочитаю, вот, и мы сделаем, наверное, с вами еще одно интервью, потому что мне сейчас немножко сложно, я где-то себя чувствую профаном. То есть, может быть, это боль наша, да, то есть, по-моему, их таких много будет, вот, профанов. Но, как бы, я обязательно, вот, я вам прям обещаю, то есть, я прям прочитаю, и потом, вот, я вот вас прям приглашаю еще раз, то есть, мы сядем и потом уже автопати такое сделаем. Вот, и это, кстати, будет интересное такое социсследование. То есть, вот, взяли там, ну, в общем-то, обычному парню, дали эти книги на прочтение, да, то есть, вот, и что? И вот, и что мы поймем, собственно. Так вот, и последний элемент политики, да, то есть, крат, естественно, там много элементов, какие-то важны, да? Это уже третий получается. Четвертый. Четвертый. Первый, это был оперативный компонент. Да. Познавательная схема образования. Там, второе, это была объективная система ценностей. Да, нравственность. Третий, это была национальная идея индивидуальной открытости казахов. И, наконец, четвертое, да, это свободное правосознание. Ага. Это через призму права. Да, свободное правосознание. Очень многие считают право неморальной категорией, и даже кичатся этим. Очень многие юристы этим кичатся, что не путайте мораль с правом. Ну, как, все право, грубо, можно же сказать, что оно на десяти заповедях. Так, по большому счету, а там все остальное – это ответвление. Да. И в этом отношении, как бы, я почему, если не вдаваться в дебри и в теории, да, скажу одну важную вещь. Мы не мыслим, к сожалению, на сегодня законодательство, как форму выражения права. Мы считаем, что законодательство – это источник права. Нет закона – нет права. Нет справедливости, допустим, нет права, да. И более того, мы считаем, что есть закон, есть правовые отношения. Нет закона – нет правовых отношений, да. То есть законодательные акты создают правовые отношения. А это неправильно. Потому что очень многие законодательные акты не являются правовыми. То есть они сами по себе несправедливы. Как они могут помогать справедливости в обществе? Угу. То есть и в этом отношении… То есть вы хотите пересмотреть группа ГАИ, действующая законодательство? Нет. На предмет справедливости? Нет, коллеги. Я хочу сказать, что давайте мы не будем спешить что-то пересматривать. Давайте для начала поймем, что право – это идея обеспечения свободной личности в обществе посредством государственного регулирования. Угу. Если не будет свободной личности в общественном взаимодействии, то не будет справедливости в принципе. Право – это писанный разум. Но разум. Если законодательство не будет выражать право идею справедливости, то есть равноправие личности и общества, то это не будет право. То есть данное законодательство не будет правовым, не будет выражать собой идею права. По идее право сознания само по себе – это речь о людях свободных, законопослушных, но свободных. Но к сожалению в нашей практике, в нашей культуре, советской, постсоветской, казахстанской очень важно дать людям понять, что право, правовое сознание должно быть свободным. То есть право сознания должно быть свободным. Это англичане могут себе позволить право сознание иметь в виду свободное право сознание. на каком-то таком вот конкретном и понятном примере, ну, например. Ну, к примеру, вы издаете закон, что никто, кроме банков, не имеет права, допустим, давать людям людям взаимы, допустим, под проценты, да, и из чего это обратно? Это последняя фишка, что если я должен денег банку, я не могу из страны выезжать. Ну, это же маразм. То есть это уже, ну, вот это как это, это правовое, как бы, поле или нет? Давайте это будем обсуждать в отдельном топике. Главное – простую вещь. Я понимаю, что очень важно, допустим, да, как бы сохранить как бы и банковский бизнес, и банковскую сферу, да, и не допустить злоупотребления в обществе, да. Но согласитесь, что если деньги являются моей собственностью, да, и у меня есть свобода договоров. Да, вообще, свобода договора, как у любого гражданина, да? То почему я не могу занять деньги кому-то? Ведь дошло уже до абсурда. Раньше нельзя было, как бы, занимать деньги без процентов, а теперь вообще нельзя занимать. Только финансовую помощь можно давать. Финансовую помощь даешь – хорошо. В смысле? Если я сейчас хочу оформить нотариально сделку… По займу? Вы не имеете права. Ух ты! Обхохочешься. То есть это, нет, просто вам это неизвестно, допустим. Да, мне это неизвестно. А как только вы с этим столкнетесь, допустим, да, то просто вы сейчас все кругом делаете это неформально. Занимаете другую деньги, отдаете другую деньги, да. Но с точки зрения закона, это незаконная операция. То есть я хочу подчеркнуть… И там санкции какие-то есть? Ну конечно, конечно. То есть я хочу подчеркнуть, что это просто один из примеров, деталь, возможно, спорная. Но суть в другом. Есть и государственное регулирование. Есть и закон. Есть и ограничение и запрет. Не имеет цель обеспечить свободу личности в обществе. Это незаконно. Вот сам факт того, что вы сейчас вот так говорите и настолько, ну видно же, что вы в это верите. А верите, Б этим болеете, да, то есть и надо полагать, вы будете за вот эти свои идеи. То есть это вообще редко сегодня встретить борца какого-то на идеологическом фронте. Потому что и фронта как такового, по-моему, существует мало. Понимаете? Я, кстати, об этом тоже думал, что о чем вот вы сейчас говорите, может быть не так наворочено, да. То есть, ну видимо, у меня образования там просто не хватает. Но вот эта вот идея создать идею такую, в которую все поверят, ну ничего, нормально. Вот. Это очень прям круто, мне кажется. Я очень рад, если мне удалось довести до вас эту мысль. Почему? Дело в том, что очень многие люди, да, в частности, средства массовой информации, Причем, чтобы сердцем поверили, понимаете? Требует от нас денег, понимаете, да? Чтобы мы могли эти идеи излагать, допустим. Я вот говорю, ребята, ну вы поймите, если мы это изложим, да, вам же всем будет лучше. Ну неужели вы новости измеряете, потом может человек заплатить за это или не может, да? Получается, вы взяли на себя, вы нарушаете общие ценности, да? Вы должны новости не просто делать, вы должны их открывать, находить. Это у вас на телевидении, в смысле, чтобы вы зашли с вас там денег? Да, да, это всегда просто. Даже если вы ходите на зоне КИЗ, допустим, статью, к примеру, да, а вы объективно с теми ценностей напечатать, допустим, вы должны заплатить. Если вы не заплатите, то эту статью не разместите. А там блок-платформы нету? Нет, возможно, есть как бы, но я просто хочу сказать, что на самом деле сейчас ситуация меняется. Даже та же зона КИЗ, она сильно помогает, например, нашему фонду, допустим, да? Ну, я скажу общую тенденцию, что журналисты, да, порой сами уже настолько коммерциализировались, что забыли с водой, ну, я не против коммерциализации, поверьте. Я просто не хочу, чтобы с водой вы проскивали ребенка. Если ты начинаешь игнорировать новости только потому, что тебе не заплатили, да, то какой же ты журналист? Ну, а вы считаете, что ваше движение политическое или нет? Нет, я не считаю, однозначно нет. Наше движение научно-образовательное. И у нас есть научно-образовательная доктрина развития общества. Мы считаем, что не надо менять власть. Не надо менять власть. Не надо менять ее ненасистенно. Не получать из ее рук власть, допустим. Достаточно поменять людей. Давайте поменяем людей. В течение 20 лет новые ценности сформируем. Это будет новое общество. Все-таки вот 20 лет на это я вот так как-то и посчитал. Да, да, да. Характер, поймите, нам, сменив власть, мы не поменяем характер власти. Нам уже характер власти поменять. Вы поймите, нами управлять не только потому, что такие плохие тут там наверху, так плохо, а потому, что мы заслуживаем этого плохого управления, мы по-другому не понимаем. Или раз, или мы позволяем это по отношению к себе. Это два. Но когда у вас каждый исполнитель на месте не подпишет неправильные вещи, не совершит незаконные действия, даже если сказал начальник, да, то поймите, просто у власти не будет даже технических возможностей это делать. Она даже не помыслит это. Согласен. Если у какого-то чиновника, если он будет так воспитан внутри себя, что брать взятку плохо, он ее не возьмет. Если в обществе прямо по-настоящему, не просто как мы декларируем, а когда отцу будет стыдно прийти. Когда жена его будет шептать на ухо, когда его брат будет осуждать, понимаете. То есть он говорит, ты здесь не прав, понимаешь, да. Хоть ты мне брат, но ты здесь не прав. Вот этого пока не будет. Характер власти будет такой же, какой есть. Наша цель научным вызывателем доктринного развития общества, да, это не менять власть, а менять характер власти. А характер власти невозможно поменять без накопления личностного потенциала общества с объективной системой ценности. Ну правильно, власть же ее не в Шарлинском монастыре воспитывают. Она же тут растет на этих же улицах, как бы учится в тех же институтах, правильно? То есть они же не на хрустальной горе все воспитываются, а они отсюда же и пришли. Откуда они взялись? То есть, правильно? Те же мать. Две минуты? Ну тут не две минуты, тут как минимум еще полгода надо. Надо прощаться? А по как бы совершенно правильной версии Каната Ильича лет двадцать надо педалить в это светлое будущее. Двадцать-тридцать информационного общества. Ну осталось, да, аккуратно там двадцать лет. Знаете, Каната Ильич, я вам хочу что пожелать. Пускай вас не оставят вот эти силы, пускай вас не оставят вот этот задор, хотя мне кажется, они вам даются лишь потому, что ну вы хотите чего-то там правильное такое сделать. Да, то есть может быть кто-то сегодня там чего понял, чего не понял, но я очень приятно удивлен, что у нас такие люди есть, серьезно делают. То есть и ну дай вам Бог, чтобы вот на вашем пути это шло. А я рад, что оказывается то, что я говорю, оказывается можно понимать. Не, можно можно. Красиво. Не, если бы я прочитаю книги, мы еще к этому вернемся. Просто интересно, понимаете, потому что ну я книги люблю читать и ну я думаю, что я пойму. Ну просто нельзя там, я не знаю, даже за час как бы ну не очень подготовленный человеку целую философию, да, чтобы он ее... Я всего лишь сейчас услышал, но вот это надо пропустить через себя, обдумать и потом я думаю я уже смогу. Не забывайте Виктора Цоя, его слова, что каждый из нас философ. Просто проблема в том, что если мы не ее культивируем на уровне государственном, да, то каждый из нас будет очень домороченным философом и практика наша будет порочной и домороченной. Продолжение следует...